Сегодняшняя тема. В последний раз Россия переходила на новую классификацию болезни около 30 лет назад. 11 версия международной классификации больше предыдущей, 10 – почти в 4 раза. По сравнению с МКБ-10 в новой версии серьезно изменились классы «аномалии развития» и «болезни кожи», а также добавлено 5 новых «болезни крови и кровотворных органов», нарушения иммунной системы, расстройства цикла сон-бодрствования, заболевания, известные в народной медицине, заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. К примеру, в последнем трансгендерность «желание сменить пол» перестало считаться психическим расстройством или нарушением, а также изменилась трактовка педофилии. В числе основных обновлений МКБ-11 также называют подробное описание всех типов диабета, позиционирование ВИЧ как хронического заболевания, отдельно кодируются редкие генетические заболевания, а также обстоятельства, влияющие на здоровье людей, сообщает РГ. Уже сообщал, что ВОЗ признала болезнью эмоциональное выгорание на работе, такой диагноз тоже впервые включен в раздел МКБ-11 «Проблемы, связанные с занятостью или безработицей». Россия подтвердила готовность перейти на 11 версию международной классификации болезней в 2019 году. Всемирная организация здравоохранения разрешила внедрять ее государством с 2022 года. Справка Международная классификация болезней – стандартная методика сбора данных о смертности и заболеваемости, позволяющая кодировать и статистически обрабатывать медицинскую информацию. Это позволяет врачам всего мира действовать в одном направлении и разговаривать на одном, всем понятном языке. Она переведена на десятки языков и используется в 117 году в странах мира. Доктор Питер Ставь лайк и подписывай